Вера Дудкова в ноябре переболела коронавирусом в лёгкой форме, но в результате у неё полностью пропало обоняние. Запах кофе не почувствовала. Обычно сидишь и как-то расслабляешься, а это не чувствую. Запах шампуня не чувствовала. Обычно всё, когда и мыло душистое. Тут как раз разрабатывалась новая методика. Помимо такого медикаментозного лечения, я третий курс уже получился. Прихожу сюда и, как вы видите, у меня обоняние это заработало. Разработка, о которой говорит Вера Дудкова, это продукт самарских учёных. Тренажёр для реабилитации нарушения обоняния. С помощью специальных очков пациент переносится в виртуальную реальность. Он видит знакомый предмет и вспоминает, как это пахнет. А для закрепления эффекта ему через маску подаётся запах. Причём виртуальную реальность тоже можно выбирать. Ботанический сад, побережье океана, ресторан. Сценарий уже больше сотни. Первая сцена – это сцена диагностическая. Когда пациенту, врач на свой выбор подаёт запахи, и пациент должен в виртуальной реальности определить, что это такое. А вторая сцена, которую вы сейчас видите, это сцена дендрарий. В ней в режиме свободного перемещения в этой сцене виртуальной реальности пациент может подойти к какому-нибудь объекту, например, к цветам или к еле. В этот момент врач или сам пациент могут нажать кнопку и ощутить запах. И вот к цветущим растениям, которые красненькие. Да, остановитесь у них. Останавливаетесь у них. Подаём запах. Ну ладно, не так. Курс состоит из семи процедур. Перед тем, как его провести, пациента диагностируют и узнают, с какими именно запахами проблема. На бутылочках у нас различные цифры, которые вижу только я, и что находятся. Раньше использовался вот такой набор. Номер три. Опять что-то медицинское. Как вы это ведёте здоровый образ? Это спирт этиловый. У нас поражение может быть не только периферическое, не только обонятельного нерва, но в обонятельных ощущениях участвует ещё и троничный нерв. Для поражения троничного нерва, для определения, используется вот это вещество. Если вот человек не чувствует это, значит у него поражен троничный нерв. Подводим. Аккуратно, глаза открыли. Троничный нерв нормальный, хорошо работает. Что это? Ну, это аммиак, что-то теперь. Ну да, наш отвертный спирт. Доранта, который находится в нашем аппарате, они одобрены. Была консультация фармакологов. И только после этого эти обонятельные вещества даются пациентам. Когда вернётся обоняние, зависит от индивидуальных особенностей пациента. Обычно это происходит к концу курса. Но некоторым приходится повторить реабилитацию. Что допускается через пару месяцев. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Редактор субтитров А.Семкин